Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы расскажем вам о каллах. В интернет-магазине Garden Zone новое поступление вот таких замечательных чудесных калл. Что же такое вообще калла? Калла это комнатное растение клубневое, но в летний период времени оно может совершенно спокойно развиваться в наших садах и расти и радовать нас прекрасными цветами. Калла это многолетнее растение, но в нашем регионе оно выращивается как однолетнее растение и клубни после завершения сезона мы должны убрать на хранение. Вот здесь на столе я собрала вам одни из самых таких красивых сортов калл и могу сказать что в каждом мешочке вот в таком упакованы по несколько штук клубни. При покупке вы должны обратить внимание чтобы клубни были плотные, не имели загнивания, на ощупь были не проваливались, были плотными и сохраняли вот такую однородную окраску и в общем-то не имели никаких таких значимых повреждений. После того как вы купили клубни, вы должны их положить в холодильник и буквально в марте, в конце марта или начале апреля мы помещаем клубни на подращивание. Что для этого нужно? Обязательно перед посадкой клубни мы должны будем обработать препаратами и фунгицидами, которые убивают различные бактерии и лимковые образования, которые могут находиться на поверхности клубни. То есть мы замачиваем их на на обработку где-то ну на несколько по инструкции то что написано на фунгицидах. Далее желательно замочить на час-два-три в растворе стимуляторов роста, которые будут стимулировать образование красивой мощной зелени достаточно быстро. Далее мы помещаем горшок с хорошей землей, то есть скалы предпочитают землю достаточно рыхлой, воздуха и влага проницаема, почва должна быть легкая, но в то же время питательная. Лучший состав почвы для кал это дерновая земля, торф, песок и перегной в отношениях один к одному к одному. Далее мы помещаем уже обработанный клубень. Внимание, если клубень очень крупный, мы помещаем его на 10 сантиметров внутрь почвы. Если клубень небольшой, то 5 сантиметров. Присыпаем землей и подращиваем. Накрыт перед этим обязательно каким-то пленочным укрытием, ну можно использовать любое, то есть можно и бутылку срезанную, очень часто садоводы используют, это полутора литровую, сделать такую тепличку и ставим на проращивание. Как только появились первые всходы, первое образование листочков, мы снимаем это пленочное укрытие или колпачок и обязательно увлажняем воздух и даже на момент проращивания обязательно тоже должны увлажнять воздух под этим колпачком, то есть влажность воздуха должна быть повышенной. Опрыски мы проводим не реже, чем два раза в день. Это вот важный момент, когда появились первые листочки. Поливать чрезмерно клубень не стоит, так как может это привести к загниванию самой луковицы. И еще интересный момент, если вы сажаете слишком мелко, это будет способствовать тому, что листья могут у клубни просто полегать, поэтому мелкую посадку мы исключаем. Оптимальная температура подращивания каллы это 22-24 градуса. В летний период времени каллу лучше вынести в сад, если вы планируете как комнатную культуру, или же можно высадить в какие-то кашпо, которые будут находить, стоять у вас в полутени. Лучше бы, конечно, для выращивания каллы использовать ажурную тень, то есть чтобы в полдень прямые солнечные лучи не попадали на каллу. Цветет калла в течение одного месяца, после того, как она цветает, листья полегают, клубни мы должны просушить хорошо и убрать на хранение. Перед тем, как убрать на хранение, мы, конечно, обязательно их тоже обрабатываем каким-нибудь фунгицидом, которому вы доверяете. Температура хранения клубни должна колебаться где-то не выше 15 градусов. Ну, самое, наверное, оптимальное это нижний или подвал, или нижний отдел холодильника, там, где у вас хранятся овощи. Но просто вот так положить клубни, конечно, нежелательно. Лучше бы пересыпать торфом или каким-то другим веществом, или сухими опилками, которые будут забирать, в случае чего, в лишнюю влагу. Ну, как вот здесь, вот опилками пересыпать. Это очень удобный материал, который хорошо спасает клубни от лишних проблем. Цветовая голова на сегодняшний день очень большая. Есть клубни, которые темные, вот как у меня вот здесь все представлены. Есть клубни, которые белые, с небольшим окантовкой листьев, цветов по краю. Лист почти у всех кал темно-зеленого цвета, напоминает обычные калы, но немного заострен и с белыми такими точечками. Кстати, он очень декоративный сам по себе, даже если у вас нет цветов. Но с цветами он просто смотрится божественно. Есть сорта, которые вообще имеют уникальный, вот видите, как вот этот вот сорт Пикассо. У него середка фиолетового цвета. В общем, на каждый вкус и цвет есть свой сорт калы. Поэтому заходите в интернет-магазин Гарден Зоу, выбирайте, какие вам нравятся калы и делайте удачные покупки. Средний ценовой ряд вот этих всех кал в интернет-магазине составляет 315 рублей. Всем пока!